Системно, конечно, прям вот завтра все не поменяется. Внутренние вопросы решаются по остаточному принципу. Но это само все настоящее позорище. Важнее пустить пыль в глаза. Конечно, в ущерб стране, погореть все синем пламенем. Леонардо Ди Каприо обратил внимание, ничего нам с запада не надо, мы сами справимся. Ну, во-первых, на том свете карманов нету, это первое. Не жили богато, не надо не начинать, так все очень просто. Совки, гулаги, дефицит. Кошмарный сон Единороса. Елена Юрьевна, власть так основательно готовится к выборам. Зачистки, давление, техническая сторона, то есть ограничения видеонаблюдения и так далее. А не проще ли просто взять и отменить выборы? Конечно, проще выборы отменить. Но все-таки на сегодняшний момент Россия пытается все еще делать вид, что у нас якобы вот эта вот гуржуазная парламентская демократия, власть народа, что записано в конституции. Поэтому, если технически отменить выборы, то, понятное дело, мы получим довольно большой негатив со стороны разных зарубежных партнеров, чтобы кто не говорил, по-прежнему интересы большого количества элиты лежат как раз-таки на Западе, а не внутри нашей страны. Поэтому, на мой взгляд, это некая имитация демократии, имитация парламентской работы, она направлена на экспорт. Для того, чтобы показать, смотрите, у нас есть и выборы в Госдуму, и конкуренты, и разные кандидаты. И вот побеждает сильнейший, почему-то это оказывается Единая Россия с рейтингом 20%. И вроде как у нас, значит, все нормально, мы там относительно надежные партнеры, можно взаимодействовать, особенно, значит, по линии там разных олигархических структур. Поэтому, с такого точки зрения, такого внешнего имиджа, конечно, они отменить выборы не могут, хотя мечтали. Но, де-факто, я считаю, что выборы уже практически отменены. Действительно, трехдневное голосование, электронное голосование, недопуски, посадки кандидатов, политические репрессии, запугивания, разнообразные спойлеры, однофамильцы, или просто большое количество специально сильных кандидатов на одном округе. Ну и плюс, да, действительно, ограничение возможности теперь уже и наблюдать за выборами. Это все показывает, что вполне вероятно, что результат будет не волей людей, а таким рукотворным волей администрации, волей этой политической элиты, которая очень не хочет каких-либо перемен, при этом она не хочет ничего менять сама, хотя видит, что уровень доверия к ней катастрофически низок. Может ли настать такой момент, когда их перестанет беспокоить внешний зритель? Я думаю, что маловероятно, потому что все-таки не забываем о том, что по-прежнему наши крупные олигархи, в том числе чиновники, имеют интересы на Западе, никуда не делась их недвижимость, если она там была переписана, никуда не делись их дети, их родственники, которые там учатся, работают и прочее. Никуда не делись некие геополитические, хотя термин такой себе не очень хороший, амбиции, в том числе руководства страны, поэтому все-таки, так или иначе, все делается с оглядкой на Запад. Плюс никуда не делись денежные потоки, никуда не делись вывода капитала, поэтому рвать вот так вот с западным миром, несмотря на агрессивную внутреннюю риторику, я думаю, что никто в ближайшее время не будет. Как вы оцениваете потенциал умного голосования? Ну, в 2019 году, ну и в принципе в 2020, пусть немного в меньшей степени, умное голосование действительно показало себя как эффективную политтехнологию для некой концентрации голосов на самом сильном кандидате. Собственно, в том числе, хотя, конечно же, не только результатом этого стало и достаточно протестное Мосбурдуму, большое количество ярких депутатов, которые защищают интересы именно людей, а не чиновников или капитала, которые им приплачивались. В этом году мы понимаем, что, наверное, умное голосование этой политтехнологии будет сложнее реализовать по куче причин. Сидит Алексей Навальный, в принципе, разгромлена его структура, которая признана экстремистской организацией. Талибан сейчас не признан, Лавров взаимодействует с Талибаном, а вот борьба с коррупцией у нас признана. Вот такие реалии. Значит, ряд, как я понимаю, что людей, которые работали в структурах Навального, не в России, ограничиваются разнообразные возможности какого-то участия в политическом процессе, не совсем понятно, кто будет определять, каким образом будет определяться. Напомню, что в политтехнологии умное голосование была довольно понятная методика, смотрели на потенциал кандидата, смотрели на предыдущий выбор, то есть это не какой-то договорняк и прочее, это чисто технологическая, социологическая история. Как будет здесь, ну, сказать, честно говоря, сложно, но, в принципе, мы даже сейчас увидим предварительно опросы, где, ну, люди, по крайней мере, там активная часть, там пользователи Телеграма, Фейсбука, при вопросе, какого кандидата вы выберете, довольно большой процент отдают вот этому самому кандидату умного голосования, ну, ровно потому, что люди несколько не понимают, что им делают большое количество разных кандидатов в округах, разных сильных кандидатов, которых специально стравливают между собой, такая тоже, как бы, политтехнология. Поэтому я так думаю, что, конечно же, некая роль вот этой концентрации сохранится, но при этом, конечно, будет важна и сама агитация кандидатов, сама активная кампания, особенно в условиях большого количества ограничений, политических ограничений, санитарных ограничений, мне кажется, тоже как-то повлияет. Но самое печальное, что может произойти, кандидат хорошо проагитировал, кандидат молодец, кандидаты действительно поддерживают, значит, его поддержали умное голосование и какие-то другие тоже проекты, вот эта концентрация усилий избирателей на одном кандидате, не от «Единой России» или там административном кандидате, а потом это все может обнулиться в рамках электронного, трехдневного, бросов и прочего. Здесь, конечно, ситуация достаточно плохая. Как этому противодействовать? Ну, во-первых, конечно, это наблюдение физическое на участках. Огромное количество наблюдателей необходимо. И сегодня наблюдателям придется работать в течение трех дней. Один день это уже тяжело. Я от этого, как стала муниципальным депутатом, а потом депутатом Гордумы, часто работала на выборах. Реально, это такая полноценная работа с утра до ночи. То есть ты сначала днем контролируешь явку, контролируешь, чтобы не было вбросов, а вечером ты внимательно смотришь, чтобы правильно посчитали, называли вот в бюллетене, показывали того кандидата, ничего не приписали, не было, опять же, каких-то вбросов уже после голосования, других нарушений. Это реально большая сложная работа, а три дня справиться будет с ней, на мой взгляд, еще сложнее. Второе, это, конечно, агитировать людей, приходить очно на выборы, не электронно голосовать, потому что мы этой системе, несмотря на все уверения, доверять не можем, на уверение разработчиков, там, Венедиктова, который ее пиарит. Все-таки я считаю, что доверять ей не стоит, хотя нас убеждают в обратном, всячески показывают, что мы всякие разные уязвимости закрыли, такие вопросы задавали, не встречали. В целом, доверия нет, поэтому я считаю, что избиратель должен приходить в последний день, очно, и, соответственно, голосовать на избирательном участке. Но наблюдатели, опять пользуясь случаем, призывая людей участвовать в наблюдении, связываться со мной, с другими моими коллегами, а с московским горком КПРФ, потому что без наблюдателей у фальсификаторов будут просто широчайшие возможности. Путин считает, что принятая в декабре 1993 года Конституция убедительно доказала свою эффективность, а конституционные изменения 2020 года стали ответом на современные вызовы. Цитата. Это не застывший свод законов, а живой, созвучный времени документ. Он обязан быть актуальным, служить запросам людей. Елена Юрьевна, о каких вызовах и людях говорит Путин, по вашему мнению? Ну, судя по всему, он говорит о том, что его сроки по старой конституции стекли, значит, нужно обнулиться, и, соответственно, вся команда, которая сегодня у власти, тоже уйдет, если не произойдет какой-то перезагрузки. Но если серьезно, мы, конечно, понимаем, что это такие, скорее, тоже слова, ну, просто для людей, для такой некой популистской риторики, хотя слово популизм не всегда плохое. И, к сожалению, Конституция, во-первых, вообще не в полной мере, на мой взгляд, удовлетворяет интересы наших граждан, а, во-вторых, она совершенно не соблюдается. Вот возьмем, допустим, то же самое обновление, вот эти пресловутые поправки. Когда их нам всячески рекламировали из всех углов, говорили, что как только они будут приняты, у нас, значит, сразу настанется социальное, государственное образование, медицина, и мы укрепимся в международном аспекте, и мы, значит, станем более суверенными и так далее. Но что мы сегодня видим? Больше уже становится, стоит, уже стал стоить почти как черная икра, морковка по 150 рублей, картошка и прочее. Рекордные цены на бананы мы сегодня зафиксировали. Не улучшается совершенно международная обстановка, по-прежнему страна находится под санкциями, никакое импортозамещение, опять же, как мы видим, не сработало, продовольственная безопасность отсутствует. Мы, к сожалению, имеем коронакризис, который наложился на экономический кризис, который, собственно, и не заканчивался, у нас никаким образом не произошел возврат к нормальной медицине всеобщей, доступной, как оптимизация была, так она и идет. У нас не произошло какого-то качественного скачка в промышленном развитии, в научном развитии. То есть, понятное дело, что это были просто слова, которые вуалировали. Вот это вот, собственно, основную поправку – это обнуление сроков и откладывание вообще решения любых проблем на потом, что, на мой взгляд, для страны убительно. Ну и для того, чтобы, как я понимаю, устроить каких-то людей, кого-то отправить на пожизненное сенаторство. Уже там есть такая информация, примерно туда можно отправиться. И в целом зацементировать ту систему, ту несправедливую систему, систему социального неравенства, систему вот этого господства олигархических структур, которые прибрали к себе все народное богатство, это вот, к сожалению, под хорошими социальными словами, по факту мы видим такое некое цементирование и стагнацию нашего внутреннего экономического развития, ну и политического развития. Общаясь с избирателями, с людьми, как вы можете оценить, они понимают сейчас, что их просто надули? На самом деле люди уже практически забыли про эти поправки к институции. Сейчас людей больше беспокоит санитарная обстановка, медицинская обстановка, ситуация с прививками, с принуждением к прививками и огромный рост цен на базовый продукт. Это, наверное, то, что людей беспокоит в первую очередь. Конечно, они постоянно ругают власть всякими нехорошими словами, не будем их в эфире здесь называть, я думаю, коллеги в комментариях скажут, что они об этом всем думают. Но об этих поправках никто не вспоминает, потому что это было реально, ну вот объективно, просто некий такой политтехнологический конструкт, который, мы уже теперь понимаем, решал одну конкретную проблему – обнуление сроков текущего президента для того, чтобы все проблемы, которые у нас накопились, отложить когда-нибудь на потом, на 30-е годы, когда, возможно, ворох этих противоречий, ворох социальных проблем, экономических проблем будет просто нерешаемым, поэтому, мне кажется, это такая, ну, вредительская история. Путин навсегда, по вашему мнению? Ну, мне сложно сказать, наверное, надо Владимиру Владимировичу спросить, навсегда ли он или нет. Если вот просто смотреть какие-то его выступления, комментарии, у меня бывает иногда ощущение, что, может быть, он бы и хотел заняться чем-то другим, но, скорее всего, уже не может. Я помню его комментарии, что он хотел бы пойти, по-моему, советником Бориса Титову в винодельню Абрао-Дюрсо. Кстати, с Абрао-Дюрсо большой вопрос, интересно, из-за этого ли у нас теперь шампанский вин, это исключительно российский шампанское, а, собственно, французское шампанское, где и родились шампанские вины, теперь шампанским в России называть нельзя. А вот, пожалуйста, еще один безумный закон после Конституции, который, по идее, должна была, по словам политиков, провластных политиков, по словам чиновников, привести нашу страну в нормальное состояние, а наоборот, все, к сожалению, еще больше разбалансировалось. Поэтому навсегда он или нет, я не знаю. Конечно, главное, чтобы народ не был пассивным, народ проявлял свою волю законным, мирным путем. Выходя на мирные законные акции, их перестали разгонять дубинками, а лучше бы не явились реально преступностью, огромным количеством наркопреступности в районах и других вещей, чтобы люди приходили на выборы, люди мало доверяют выборам, поэтому мы имеем низкую явку, административный пригон. И, соответственно, вот результат в том, что когда уже Единую Россию поддерживает порядка по опросам 20 только процентов наших сограждан, да и то, возможно, они под преднуждением ответили, мы не знаем. Вот на выборах эта партия показывает аномально высокие результаты, так же, как и, собственно, на выборах президента. Давайте вспомним, как на последних выборах, в которых участвовал Владимир Путин, появился яркий кандидат Павел Грудинин, которого все очень сильно поддерживали, у него, правда, были очень высокие рейтинги по независимым опросам различным. В конечном итоге что сделали? Облили человека грязью, значит, полностью уничтожили практически дело его жизни, и, соответственно, думаю, что не обошлось, скорее всего, и без каких-то фальсификаций на выборах. Ну и вот в итоге мы вместо конкурентной истории имеем, к сожалению, опять такое некое административное принуждение. Песков назвал обращение жителей Омской деревни к властям ФРГ о ремонте улицы оправданным гневом в ответ на, внимание, на бездействие властей. Опять бояре провинились? Да, это очень удобная позиция. Царь хороший, бояре плохие. Но возникает вопрос. У президента сегодня крайне высокие полномочия. Больше, как говорят, чем у фараона и у генсека. И, в принципе, влиять он может довольно широко, и он, и подчиненный ниже, на ту чиновничью вертикаль, не зря же ее называют вертикалью, которая выстроена. Поэтому странно слышать такие слова от господина Пескова, хотя нет, не странно, он постоянно примерно таким образом комментирует, даже уже сам Владимир Путин говорил, что он порой несет какую-то пургу, вместо конкретных реальных действий. То есть, казалось бы, после того, как люди были вынуждены обратиться к Ангеле Меркель, чтобы сделали дорогу у них в деревне, мгновенно, я понимаю, это такое ручное управление, такое реактивное, значит, некое действие, но, тем не менее, мгновенно должны были исправить ситуацию в деревне, насколько это возможно. Но, как я понимаю, что в Освене не там, и кроме вот таких сетований Пескового мы ничего не увидим. Это, правда, небольшой прогресс. То есть, раньше, мне кажется, что людей могли бы вообще обвинить в том, что они иностранные агенты, предатели страны, там, пособники чего-нибудь, какого-нибудь, значит, внешнего какого-нибудь режима, но даже Песков понимает, что подобные комментарии просто разозлят наших людей, потому что, конечно, они обращаются к Ангеле Меркель не потому, что они ищут там помощи на Западе, а потому что они не могут добиться правды здесь себя в стране, в этой современной России, которая пришла на смену советскому строю, где необходимости обращаться к Ангеле Меркель не было, но ее, правда, и самой тогда не было, в гиптовнешнем государстве, потому что что-что, а инфраструктурное развитие, медицинское развитие, а вообще в целом развитие экономики в интересах общества, оно было наглядным, и, собственно, люди были бенефициарами этого, люди, живущие даже в небольших населенных пунктах, собственно, испытывали на себе все социальные блага, сегодня же с приходом эффективной капиталистической России из маленьких населенных пунктов, из деревень, исчезают школы, оптимизируют невыгодно, исчезают больницы, исчезают акушерские пункты, вообще исчезают магазины даже, не знаю, остается там только один Сбербанк, ну и в лучшем случае почта, да и то не всегда, и люди понимают, что без привлечения внимания, даже вот такого импатажного, к их проблемам просто чиновники будут глухие, им будет неинтересно, они будут продолжать работать на свое благо, они будут продолжать максимально зарабатывать для себя, максимально вот так вот доить нашу страну, для того, чтобы вводить те самые капиталы за рубеж, поэтому за рубеж у нас и не закрывается. В продолжение предыдущего вопроса, Лена Юрьевна, цены на бензин постоянно растут, Россия нефтеперерабатывающая страна, насколько верен тезис с точки зрения властей, что люди – это новая нефть. Тезис очень, тезис «люди – новая нефть» очень хорошо отражает позицию властей относительно людей, потому что все свои издержки, которые они получают из-за своего ужасного управления, из-за своего некачественного управления, управления в своих интересах, просто непрофессионального, все бремя это они перекладывают на людей. Это рост цен, это рост ЖКУ, это рост бензина, это рост цен на все, это рост налогов, и это еще и разночные политические репрессии, это ограничение прав и свобод людей. При этом власти прекрасно понимают, что сколько бы ни стоило, допустим, жизненно важные лекарства, бензин, картошка, морковка, людям все равно это придется покупать, и поэтому они без боязни все больше и больше повышают цену. Ну, понятно, немножко следят там за социальным уровнем напряженности, где-то вот может успокаивать словами, где-то громкий оприк мы слышим, но в целом понимают, что, к сожалению, люди пока спят, что люди пока общественно не активны, что люди разобщены, атомизированы, что люди боятся возвысить свой голос, если власти всячески, это у их боязни, этот их страх поддерживает. И поэтому таким образом рост цен, рост нагрузки на людей, он будет продолжаться бесконечно. Мы это, к сожалению, видим и в городе Москве, несмотря на бытующее мнение, что москвичи это люди, которые жируют и живут лучше всех, и что в Москву действительно стекается огромное количество финансовых потоков, огромное количество капитала, труда, сюда съезжаются люди. Но рядовой москвич, он ровно так же ходит в сетевой магазин, получает не слишком большую зарплату при высоких ценах, а цены на коммуналку, на какие-то базовые продовольственные товары, все растут и растут. При этом человек видит, что у нас безумные деньги тратятся на все эти квартиринги, благоустройства, огромные человейники по программе реновации, которые не только для расселения людей, но и во многом для того, чтобы просто застройщики обогатились, на мой взгляд, главный изъян, наверное, нашей программы. Поэтому да, люди, новая нефть, это действительно тот тезис, который придерживается власти. Конечно, когда они это говорили, они подразумевали несколько другое. Они подразумевали, наверное, точнее, они пытались людям показать, что мы о вас заботимся, вы человеческий капитал. Мы тоже человеческий капитал. Как это цинично звучит, наверное, заимствованная формулировка, как это, собственно, цинично звучит. Сегодня люди нужны государству, люди нужны властьимущему классу. Государство является, собственно, выразителем правящего класса, правящего класса олигархата, капиталистов, Ровно для того, чтобы приумножать свое богатство и ровно для того, чтобы страховать себя от каких-либо рисков. Это вот в экономике называется приватизация прибыли, национализация убытков. Вот мы ровно это и получаем. Как только у нас экономический рост, мы сразу получаем огромные бонусы для руководителей госкорпораций, приближенных там олигархов к власть имущим и прочих, и прочих. А только увидим экономический кризис, сразу же все издержки прикладываются на плечи нас с вами, жителей нашей страны. С другой стороны, нефть легко горючий элемент. Она же может воспламениться. Хотя я и сказала о том, что люди атомизированы, местами пассивные боятся, но тем не менее мы действительно видим довольно серьезные ростки сопротивления и некое такое становление гражданского общества. Наверное, хороший пример это, например, когда люди боролись за свой дом на русском севере в Шиесе и смогли отбиться от мусора, который вместо того, чтобы перерабатывать из Москвы, решили свести на русский север. Люди отбивались от уничтожения Содовой горы в Куштау, тоже им удалось отбиться. Люди защищали Фургала, которого внезапно обвинили в разнообразных преступлениях, при том, что 15 лет, когда он был в Государственной думе, замечал крупные должности, никто не обращал внимания, а тут вдруг вспомнили, нашли, что он там некий преступник. Люди вышли даже на защиту, казалось бы, чиновника, например, губернатора, которого они выбрали. Люди в Москве выходили в рамках программы реновации на очень большой митинг, который позволил хотя бы немножко те жуткие инициативы, которые там были заложены, немножко купировать. По крайней мере, людей теперь не должны выбрасывать в другие районы, не проводить джентрификацию. То есть, например, живешь в хорошем районе, дом в реновации, отправляют тебя куда-нибудь максимально неблагополучно. Тоже тогда большим митингам удалось добиться. Периодически тут и там, конечно же, люди восстают против несправедливости. Люди выступают в защиту своих трудовых прав, защиту своих социальных прав, защиту своего права на комфортную, нормальную жизнь. По той самой Конституции, которую хвалит Владимир Путин, источником власти является народ, а люди очень остро чувствуют это лицемерие, лукавство, что, к сожалению, сегодня источником власти народ не является. Мы видим ростки народного, справедливого, законного негодования. Власть пытается это всячески купировать, но вместо того, чтобы изменить экономический курс, провести настоящую деолигархизацию, настоящую деофшеризацию, импортозамещение, обеспечить продовольственную независимость, контролировать цены, реализовывать программу по реальной борьбе с бедностью, с борьбой с неравенством, весь комплекс тех социальных вопросов, которые необходимо решать уже вчера было, забота об экологии, сохранении наших лесов сегодня, горят леса в Якутии. А почему? Да потому что просто леса сегодня рассматриваются просто как ромовая база для тех самых олигархов, просто банально, как древесина, которую они гонят за рубеж и получают огромные деньги, вместо того, чтобы развивать нормальное лесохозяйство. Вместо того, чтобы развивать наши перерабатывающие мощности, раздельные сборы отходов у нас строят, 25 мусоросжигательных заводов планируют построить вокруг Москвы. Это то, что будет травить нас, наших детей, вообще фактически всю страну. Вместо того, чтобы решать этот огромный клубок социальных, экономических, политических, экологических, жилищных проблем, власти просто берут и отправляют под дубинки людей, их законные мирные протесты представляют как какие-то кошмарные выступления в интересах внешних сил. Но иногда создается впечатление, что в интересах внешних сил действует некое окружение, часть правящей верхушки, такие непосредственно западники. Даже не западники, дело не в западничестве или в обращении на восток, а люди, которые не видят свои связи с нашей страной, люди, которые не занимаются реализацией государственных интересов, интересов народа, а просто собственное благосостояние увеличивают. Вот люди это все видят и пытаются противостоять, но, несомненно, это сложно, несомненно, здесь предстоит еще большой путь, и здесь все должны помогать, политики, общественные деятели, честные чиновники, которые еще есть, лидеры мнений, ну и самое главное, самоорганизация. Затронули тему пожаров в Якутии, и одновременно с этим Путин дал команду Шойгу отправить в Турцию самолет-амфибию для тушения. Лена Урина, как можно это вообще прокомментировать? Мне кажется, что очень часто для наших властей важнее пустить пыль в глаза, показать нашим очень ненадежным, честно говоря, партнерам, таким как Турция, давайте не будем забывать, что Турция, например, сбила наш самолет с нашими военными в Сирии, что Турция очень часто осуществляет недружественные действия, что Турция взаимодействует с теми, с кем у России отношения, мягко говоря, напряжены. Но при этом по какой-то причине, я не знаю, это какие-то внешние амбиции, это желание как-то вписать себя в историю, это желание как-то выслужиться какой-то нашей части правящей верхушки перед условным коллективным западом, а для кого-то и коллективным востоком. То есть, скорее всего, да, это просто вот такое желание пустить пыль в глаза и малыми силами показать, что смотрите, конечно, в ущерб стране, потому что, к сожалению, внутренние вопросы решаются по остаточному принципу. И, в принципе, эти пожары в Якутии для них и не так страшны, пока, опять же, они чисто так медийно, пока, опять же, они не выходят на международный уровень. Давайте вспомним, уже актер и продюсер, реко-активист Леонардо Ди Каприо обратил внимание на якутские пожары и сказал, что он предпримет активные действия. Но это, конечно, уже вообще настоящее позорище. Да, но это само все настоящее позорище. Во-первых, что для того, чтобы что-то сделать с пожарами в Якутии, нам нужно пригласить Леонардо Ди Каприо, довести все до такого состояния, что Леонардо Ди Каприо из сообщений в медиа узнает о трагедии в России, о уничтожении лесов. А второе, почему отказываться от помощи, если помощь предлагают. Если свои не помогают, я думаю, что не самый худший вариант, чтобы хотя бы кто-то остановил фактически экоцит, который сейчас происходит в Якутии. Почему отказываются от помощи? Я думаю, что отказываются от помощи, во-первых, опять показно из серии «Ничего нам с запада не надо, мы сами справимся», потому что для власти, для якутской власти, естественно, для более высоких уровней власти это сильный репутационный ущерб. Собственно, то, что мы сейчас обсуждаем. С одной стороны, есть силы и мощности, чтобы направить самолет-амфибию, тушить пожары в Турции. С другой стороны, у нас внутри настоящая экологическая катастрофа. То есть тут будут многие задавать вопросы, в том числе и те, кто взаимодействует с Россией. Как же так? Почему вас совсем не интересует внутренняя ситуация? Почему вы никаким образом не реагируете на то, что происходит внутри? Что у вас сломалось? Почему вы манкируете вот этой самой внутренней политикой, внутренней безопасностью? Я думаю, да, это просто большой репутационный ущерб, это возможный окрик сверху. И это вот желание такое, я с проблемой, наверное, сам не справлюсь, но пусть лучше никто не справится, горе все синим пламенем. Главное, чтобы в мою эту епархию не лезли. Это еще и страх, что если туда вмешаются любые силы, независимые какие-то эксперты, что, в принципе, вскроются причины. Естественно, никто, в том числе и губернатор, и прочие, не хочет иметь какие-то санкции. Так все очень просто. Если олигархические верхушки, если выразители их интересов не связывают в долгосрочном периоде, да и же в среднесрочном своих интересах с нашей страной, то, конечно, выгодно оперативно выводить капиталы, выводить ресурсы зарубежно, а потом, собственно, эвакуироваться туда сами. Ну, во-первых, на том свете карманов нету, это первое. Ну, а второе, все равно от правосудия не убежишь. При каких-либо изменениях мы понимаем, что ни в одной стране мира настоящим преступникам, чья вина будет доказана, спрятаться будет невозможно. По данным Росстата, только четверть российских домохозяйств могут свести концы с концами. Есть ли предел падения, предел терпения у народа, каким последствиям это может привести? Конечно, предел терпения у народа есть, и в какой-то момент холодильник, скорее всего, победит телевизор. Но сегодня людей удерживают, на мой взгляд, на том уровне, когда они не скатываются в полную нищету, хотя, к сожалению, все больше и больше процентов скатываются уже в довольно серьезной бедности. Это связано не с тем, что люди не хотят что-то делать, что люди лентяи и прочее. Конечно, нет, что просто у нас не создается высокопроизводительных рабочих мест с достойной оплатой труда. Люди пропагандистки всячески обрабатывают. Ну, во-первых, дали им такую некую американскую мечту кальку, это еще началось в 90-х, что работы много, сильно усердно, и ты, значит, станешь Марком Цукербергом или Биллом Гейтсом. Никто не вспоминает о том, что и у Марка, и у Билла были и богатые родители, и удачная конъюнктура, и связи, ну и при этом это ошибка выжившего. Гейтс, Цукерберг, Маск, вот там, допустим, три человека Безос, а все остальные, это те, кто прогорели, те, кто, значит, там, живут в Америке в трейлерах, те, кто или просто работают на простых работах. То есть перед людьми держат эту морковку и на какую-то счастье это работает. На других людей действует, наверное, пропагандистский штамп стабильности. Да, плохо, да, мы живем небогато, но, во-первых, вот людям почему-то внушают, что деньги вам не нужны, не жили богато, не надо начинать, совершенно странный принцип, но, тем не менее, это вдалбливается. Ну и что, главное, стабильно, если будут какие-то изменения политические, экономические, будут только хуже, людей стращают 90-ми, когда действительно был рукотворный кризис, когда действительно был кризис в интересах тех самых олигархов, которые забрали себе народное достояние, написали под себя законы и приоритетизировали все, что только можно. И, собственно, людям это в искаженном виде напоминают и говорят, вот глава, если вдруг что, мы, значит, скатимся в 90-е. Для людей, которые придерживаются левых, коммунистических, социалистических взглядов, мы знаем, что наша страна, вообще говоря, такая стихийно левая, стращают, значит, дефицитом, гулагами, ну, вот совки гулаги дефицит, известная вот эта максима, которую очень любят, значит, наши системные либералы запугивать людей. Значит, на какую-то часть людей это тоже действует, хотя, конечно, все больше людей прозревают, они анализируют то, что было в Советском Союзе, понимают, что было больше хорошего, что, да, были проблемы, недостатки, но, понятное дело, что все они были устранимы со временем. Поэтому людей пытаются разделить на разные группы, там, либералы, значит, люди, которые, там, придерживаются, давайте развиваться в рамках свободного рынка, станете миллиардерами, людей, которых, значит, давайте стабильность, там, как бы не было войны или 90-х, людей, там, вот, значит, страшнее коммуниста, или наоборот, а у нас сейчас уже строится коммунизм, смотрите, вот, все признаки какие-то, и рассказывают о том косплее, иногда коммунистическом, который у нас имеет место, хотя экономический базис никак не меняется, значит, убеждает о том, что нынешние правящие группы этого-то есть как раз-таки коммунисты, смотрите, вам СССР 2.0 строят, хотя близко, конечно же, этого нету. Людей опять разделяют сегодня на искусство, тоже на, там, значит, сторонников вакцинации, так называемых антиваксеров, хотя люди просто ищут правды. Раздробление общества идет намеренно. Конечно, конечно, раздробление общества идет намеренно, намеренно люди информационно обрабатываются, намеренно их сталкивают лбами друг с другом, вместо того, чтобы... Не дай бог они не объединились. Конечно, конечно, чтобы люди не поняли, что у людей, вообще-то, интерес-то один, и что в объединении только наши силы, и что мы не должны, там, где-то, ссориться по каким-то же несущественным, глупым, искусственным вопросам, а наоборот, должны объединяться, и поэтому, собственно, до тех пор, пока вот это разобщение, атомизация будет происходить, власти могут делать с людьми сколько угодно, доить их сколько угодно. Я бы, конечно, очень хотела, чтобы власть сменилась эволюционным путем, и всегда к этому призываю, всегда призываю к активному участию людей, вообще в любой активности, на любых уровнях. Я далека от каких-то парламентских буржуазных иллюзий, хотя сама являюсь парламентариям, но, тем не менее, я считаю, что участие в выборах и в качестве кандидатов, и в качестве избирателей, и в качестве наблюдателей, это тоже очень хорошая такая политическая школа, которая приведет нас все-таки к такому осознанию наших гражданских и социальных прав. И поэтому мне кажется, что все больше честных, хороших людей должны участвовать в муниципальных выборах, самый низовый уровень, который, тем не менее, доступен, выборах регионального уровня, выборах федерального уровня. Вот, собственно, сейчас идет кампания, и мне кажется, что во многом от явки зависит то, какой будет Государственная Дума, несмотря на все эти препоны, на все эти заложенные закладки фальсификации, которые сегодня уже, сегодня делает власть. Если мы вдруг, вот даже на примере Мосбурдумы, мы увидели, что там 20 депутатов, которые только избрались, не от Единой России, да, разные, да, вот там немножко разные позиции, но, тем не менее, это уже голос людей, которые слышат все громче, и людям нам дается так или иначе, людям помогать в каких-то, может быть, мы хотели бы, конечно, делать больше и системнее, но, по крайней мере, лед тронулся. Ровно то же самое, если хороших народных представителей мы увидим в Государственной Думе, системно, конечно, прям вот завтра все не поменяется, мы это понимаем. Вот, но, тем не менее, у людей появятся просто дополнительные рычаги для того, чтобы влиять на ситуацию, для того, чтобы улучшать ситуацию. Уровень градус народного гнева, он достаточно высок, но пока что еще удается власти выпускать пар, ну или же бить дубинками и, значит, загонять там наиболее каких-то ретивых, по их мнению, акторов. То есть, власть понимает, что закручивая гайки, она может привести к взрыву котла просто этому? Я думаю, что... Или у них отсутствует это понимание уже на сегодня абсолютно? Я думаю, что, конечно, понимает, но, скорее всего, надеется, что сможет так или иначе удержать ситуацию различными способами. Ну, прежде всего, к сожалению, мы идем с силовыми подавлениями, информационным давлением и прочим, и прочим. Но, повторюсь это из раза в раз повторяю, вместо того, чтобы не закручивать гайки, а решать внутренне накопившиеся проблемы по-настоящему, а не только с экранов телевизора, или на прямой линии в ручном режиме, власть пытается, вот как в меме, если я не буду на это смотреть, может быть, она уйдет, как-то намеренно избегать тех системных проблем, решений, даже обсуждения. Как-то рассосется, как-то утрясется. Как будто бы, да, как будто бы надеется, что как-то оно вот получится, что вроде и удерживали пока. Вот, наверное, так удержим, там, опять же, до 30-х годов, а там уже, как говорится, не наши проблемы, да, такое впечатление. Вот, но это, возможно, это не проблема текущей власти, это наши проблемы, там, что наша страна, мы здесь живем, здесь живут наши родственники, друзья, дети, и, собственно, мы хотим жить в хорошей, справедливой, сильной России, а не в обескровленной, обезденежной России без ресурсов, в России, которую правят люди, которую наша страна не любит, на мой взгляд. Власти все время очень хочется видеть за всеми проблемами чью-то руку, значит, руку Запада, руку Востока, руку США, руку, я не знаю, там, кого, Турции, Китая, чего угодно, но искать-то нужно внутри, нужно посмотреть внутрь, нужно посмотреть на себя. Самый кошмарный сон единороса. Кошмарный сон единороса? Коммунисты пришли к власти. Коммунисты.